Всем привет, доброе утро. Пока весь дом спит, мама бегает. Ну, в смысле, бегает в кроссовках по утрам. Хотите покажу, какое у нас утро? Смотрите, какая красота. У нас сегодня классная погода, даже голубое небо. Фонари еще горят. А уже вообще-то полвосьмого утра. Слышите, это у нас тут поезд едет за забором. В общем, день начинается. А на завтрак не оригинально варю овсяную кашу. Но я ее чем-нибудь украшу, чтобы как-то ее скрасить, так сказать. Сейчас буду из каши делать красоту. Вот видите, приготовила уже для красоты, для вкусноты. Дети у нас не едят почему-то с добавками кашу. Но Макс ест там с орешками. Поэтому, ну, кажется, как неудобно резать одной рукой. Даже такие штуки, как бананы мягкие. Ну, ничего, справилась. Смотрите, какая у нас красивая каша сегодня. Юрка вон сейчас еще кофе сделает. И вообще будет чудесно. Ну что, красота? Юрий, как ты думаешь? Как тебе наш завтрак? Прекрасный. Садись, кушай. Мы-то с Юркой гуляем. Смотрите, увидели дерево. Похож на лимон. Смотрите, какой-то он полосатый. Смотри, вот он обычный. Нормальный стал. А может, это лаймы? Смотри, может, лаймы. Вот смотри, стал. Посмотри, какой прикольный. Да, он сначала... К ходу лаймы что? Сначала желтые, да? А потом зеленее похоже, да? Полосателый, полосателый. Нет, потому что наоборот. Может, это не сделаю лаймы? Нет, вот смотри, вот этот тоже становится зеленым. Или наоборот. Нет, вот этот явно лайм. Похоже на лаймы. Но они-то огромные такие лаймы, да? Может, не мало. Ну, посмотрим через какое-то время. Вообще, так классно. Вот, смотрите, деревья без листьев стоят. На них какие-то висят там всякие семена или что. А вот здесь все равно кусики... Вот, как у нас. Как у нас, да? С цветочками. Зима на дворе. А вон там что растет? Апельсины? Да, похоже на. Большие такие, да? Вон там тоже такие же какие-то лимончики. Да, где-то оранжевые больше. Да? Ну, видите, почтальон приехал. Почти напихал. У него, видите, выход с правой стороны? Опа! Залез. Да, и само сидение водительское с правой стороны. Это чтобы удобнее было в почтовые ящики запихивать письма, чтобы меньше телодвижений совершать. И там, по-моему, у него двери даже нету, да? Нет, есть там открытая. Задвижная, да? Раздвижная. Ну, вообще, если машина не будет припакована, то там можно прям из машины распихивать письма. Как это к паркомату, когда подъезжаешь, да? Вот, смотрите, тоже цветочки. А, это шиповник. Шиповник, да. Шиповник, зимой растет. 6 января, однако. Слушай, а это не живое дерево? Это живое дерево похоже, да? Да, вот эти вот листики точно. Я никогда не видела, как оно цветет. Такой толстый ствол. Да. Солы и кушатые, смотрите. Я никогда не видела, как живое дерево цветет. Первый раз. Тут у нас такой парчок небольшой с беседкой. Юрка говорит, так вот из этих близлежащих дымов так удобно выйти, посидеть. Вряд ли, да, кто-то так выходит, сидит. Ну, не знаю. Мне кажется, это такие мечты. А потом все, некогда, некогда. Меня прям эта природа удивляет все больше и больше. Это что за цветы? Прям такие огромные, слушай. Прям вот смотри, видишь, новые бутончики. Красивые, да. Новые бутончики. Очень высокий куст. Там он завяжет, типа завяжет, а эти нет. А это что такое? Типа розы. Типа розы, да. Только без шипов какое-то растение. Пионовидная роза. Пионовидная роза, да, похоже. Слушай, может действительно, потому что бутоны очень похожи на пионы. Надо почитать, что такое пионовидная роза. Ну, я в букетах их видела, но как они растут, я не видела. Чего ты только не узнаешь. Да, вот здесь вот синенькое небо, а вот здесь вот прям дочки. И даже над нами дождик идет. А тут у нас площадка детская. Тоже, как видите, никто не гуляет. Хотя площадка открыта, да, не загорожена никакими этими. От коронавируса. Тоже классно так вот домиками по кругу расположены. И в центре вот такая детская площадка. Надо как-нибудь с детьми сюда прийти, чтобы они побегали. Они, конечно, уже большие для такой площадки. Но все равно, мне кажется, им понравится. Ну, что можно еще в девять часов вечера делать? Варить суп из фрикаделек. Называется экономия дневного времени. Пашим вечером. А у нас опять день забора, сбора материалов для школы. Сегодня сказали, только для четвертого класса будут выдавать. Для третьего типа не будут ничего, потому что они в следующий понедельник идут в школу. Ну, вроде бы четвертый класс тоже идет, но что-то должны передать. Вот видите, приехала в школу. Парковка тут почти пустая. Есть некоторые учителя, которые прямо из школы ведут занятия, но в онлайне. Вот видите, там у них сумочки разного цвета по классам разложены. И люди раздают, это волонтеры. В общем, нам почему-то для Леши не дали, хотя должны были для Вовы не дать. Ну, вот там для Вовы дали опять книжки. Разные. Это про поезда. Это про какую-то птицу. Это не знаю про что. В общем, какая-то книжечка. Читать. Тут какой-то пакетик с разными предметами, которые будут использоваться на уроке, в общем, на Steam. Короче, что-то там будет занятым с птицами, про птицы. И тут еще что-то, что-то какая-то за любовь. В общем, вот это нам дали для Вовы. А для Леши ничего не дали. Казак, где у меня? Смотрите, вот мы купили, которые цветочки в коз, как они распускаться стали. Прям красавчики такие. И, кстати, всем привет. Привет, привет. Дети обедают. Чего вы едите? Мы едем суп, который мама вчера сделала, потому что сегодня... Никогда ей было? Да. Суп с фрикадельками и с гречкой, да? А еще я чуть-чуть опоздал. Давай кушай. Мне кажется, он подвздох уже. Мы покупали в Trader Joe's Basilic. Для капрезы. И вот эти уже прям вдохли. Вот эти новенькие, да? Хорошие. Надо убрать. А как они были такие? Как пальмы стоять, что ли? Ну, да. Вот их, похоже, есть, да? Мы и так почти все съемки. Ну, да. Вот эти, смотри, они уже выросли, вот эти большие. И уже заворачиваются. Надо их вот... Сожрать. 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 Ну, съешь, говорит. Берешь, отламываешь ветку и жуешь, да? Да. Травоядная ты моя жена, да? Ну, что, ребята, у нас Рождество, 7 января. Остатки прежней роскоши. Дети, будете игру есть? Икру красную? Икру? Да. Или вы такое не едите? Да, я покупаю икру. Ну, вот, красная икра, вот эта вот. Будете есть бутерброды с икрой? Нет. Нет? Ну, что? Мы не едим ее. Да? Ты считаешь, что это невкусно? Нет. Мы ее не едим. Не едите? Хорошо, что вы ее не едите. Спасибо вам, дети. Папа, давай, что мы пьем? Сегодня же Рождество, да. Смотрите, у нас это красная икра и плов. Мы тут всем благодарности высказываем, а Вова, к чему кому-то и благодарен? Я благодарю Богу за масло. За хлеб с маслом? Да. Это твоя любимая еда? Да. Вот так вот, видите? Мало для счастья ребенку надо. Спасибо Богам за хлеб с маслом. Да, да, да. Дорогие наши подписчики и не только. Желаем вам много еды. Максим вам желает много еды. А мы с Юркой, Юрка, давай что-нибудь пожелаем подписчикам нашим. Мы желаем вам здоровья. Главное здоровье, да. Я хочу. Вот, чтобы у вас дом была полная чаша, чтобы вы всегда радовались тому, что у вас есть, стремились к новому и никогда не сдавались. В общем, да? И мы желали hit a thousand of subscribers. Нет, им, им, ты что желаешь? Подписчикам, что ты желаешь? По-русски. Вот я желаю, чтобы вы были нормальными и радостными. Радости вам, в общем, нормальными, чтобы вы были радостными. В общем, с праздником вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова